Здравствуй, друзья! Воздуха, наберите! Очередной тренер успеха! Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Врешь и воруешь. Воруешь и врешь. По максимуму. Это и результат, и признание. Признание захотелось мировому изгою. Просто воровать наворовал, а вот с признанием как-то не получилось. И то, и другое очень важно. Потому что сам по себе результат, он же очень важен. Но человеку нужна обратная связь. Человеку нужна обратная связь. Говорит тот, кто давно сам ее потерял. Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся. 500 дронов прилетело за полтора года войны. А я не задето. Одну вот это только Херсонскую область отдали. И то в качестве жеста доброй воли. У нас будут мероприятия. И встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом. Я с удовольствием называю его своим другом. Война – это мир. Свобода – это рабство. А аннексия российских территорий Китаем – это дружба. Потому что это человек, который очень много делает, лично делает для развития российско-китайских отношений, связей. Причем в самых разных областях. Си Цзиньпинь очень много делает. Нефть за дешево покупает. Газ за дешево покупает. Электроэнергию покупает за копейки. Лес, металлы, пшеницу – все вагонами за дешево вывозит. Си Цзиньпинь очень много делает. Си Цзиньпинь – настоящий друг. 24 августа состоится прощание в храме с нашим героем, погибшим на СВО, Брежневым Петром Васильевичем. Знаете, как попрощались с героем? А вот он. Итак, привет. Обманутый россиянин. Орловская область. Змеевка. Из-под груз 200. Гвардия. Рядовой Брежнев. Вот так вот защитники Родины на мусорке. Ну, какой подвиг там и лежит. Деревня недалеко от Тульской области начали ковырять обочины. Вот так они, получается, вырыли. Вот это вот щебень. Перемешку не пойми с чем. И потом сверху щебня они кладут вот этот вот использованный где-то выгрызанный асфальт. Перемешку с землей. И это вот такая тропиночка, якобы дорожечка, по которой должны ходить люди. Чтобы люди не ездили на автобусах, а ходили теперь пешком. Потому что на автобус уже денег, наверное, у людей нету. То есть вот это такая вот такого качества тропинка, по которой можно гулять. Причем это асфальт. Просто вот можно рукой вот так вот снять. Первое время неровно будет. Но потом месяц-два местные жители гробы с героями СВО к мусорным бакам натаскают. Выровняют до идеала. Цены на автомобили. Skoda Superb подорожала на 250 тысяч за два месяца. Kia K9 на 800 тысяч рублей подорожала. Mazda CX-4 на 400 тысяч рублей. BMW X3 на 165 тысяч рублей. А по телевизору, говорят, все стабильно. Вот сегодня у нас 1 сентября. Детишки, школьники наши передвигаются на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. На Маникольский проезд 10. Повезло ребятам. И в школу сходили. И по Венеции покатались. Короче, новую школу вот тут вот закончили. Ну, я по своей работе тут закончил тоже работать. Заходим. Осматриваемся. Он сразу на входе. Два пи***я висят. Два пи***я. Вот так вот. Им муштруют сразу. Дети заходят. Им рассказывают. Это вот. Одним пи***ем. Вот это второй пи***ем. Ну, как бы им говорят, что вот этот вот пи***й преступник военный. Хороший человек. И дальше также идет пропаганда. Линейка в этой школе. Конечно же, военная муштра. Как же без марша. Как же без выращивания нового мяса на фронт. Который уже, наверное, после 14 лет пойдет воевать. Промаршировали. Подняли тряпку. Выстроились в форме. Раз-два левой. Раз-два левой. А через три года землю удобрять. Дети, у которых украли будущее, гордятся ушедшим в никуда прошлым. Гитлер Югент. Уже где-то рядом. Дом наводчика танка Алеша. Подключат к отоплению. Герой спрашивает, чтобы воду и канализацию подключили. Получается, еще два раза надо на войну съездить. Так, это фонтан. Я просто вот показываю, как это в целом все выглядит. Вот мы хотим сюда попасть. Вот. Вот. Дефибриллятор. На остановке. В глухой деревне. Тут можно пересчитать семьи по пальцам. Посмотрите. Это администрация установила. Там, где фибриллятор внутри находится, я просто не хочу открывать. Она будет... Вот. Вот. Поэтому я это делать не буду. Но там, где фибриллятор находится. Понимаете? Вот, люди, я вот еще хочу сказать. Нужно объединяться. Нужно объединяться. Мы уже вот, уже навидались, да. Мы все уже поняли, что Запад, он не загнивает. Это что? Это был все миф. Все это было вранье. Чтобы люди в России, они никогда не знали, как хорошо на самом-то деле живется в Западном мире. Вот, я показал сейчас. Это самая глухая деревня вот в Баварии. Вот малюсенько, я же говорю. Тут можно семьи пересчитать по пальцам. И все равно администрация посчитала нужным. А мало ли что, там может случиться на остановке. Добавили дефибриллятор. Понимаете? И это абсолютно возможно то же самое сделать в России. Все возможно. Но это нужно отвоевывать. Свободу. Свободу нужно отвоевать у этого спятишвё диктатора, который пересидел просто. Не зря же его пересидентом называют. Поэтому, правильно говорил Немцов, Борис, что никакие санкции его не остановят. Они могут сделать ему просто жизнь хуже, но остановить его только сможет народ. Вот. И я всегда говорю, что даже одной третьей Москвы вот так вот хватит. Вставай, страна. Нас убивают. Пришёл.